Зима 2014 года Отставки правительства и перезагрузки власти Так украинский Евромайдан перерастает в революцию достоинства Гражданские протесты не ограничиваются киевами Локальные майданы, поддерживающие требования перезагрузки власти, возникают по всей стране Одесса – крупнейший город на юге Украины, не остается в стороне от происходящего Паладочный городок сторонников евроинтеграции появляется здесь еще 22 ноября 2013 года Но уже спустя три дня разогнан милицией Последующие три месяца напряжение в городе, как и в стране, лишь нарастает События на киевском майдане трансформируются из мирного протеста в силовое противостояние с властью В Одессе также происходят локальные стычки между сторонниками европейского выбора и их оппонентами, поддерживающими власть В феврале становится очевидно – точка невозврата пройдена С 18-го и 19-го в Киеве начали убивать людей Идея возникла среди людей, кто поддерживал майдан Давайте на следующий день выйдем на мирный пикет Основной у нас месседж был – основное сообщение для власти – не стреляйте Зоя Казанжи – журналист, блогер, общественный деятель, активистка Одесского Евромайдана С 4 мая 2014 по июнь 2015 советник председателя Одесской областной администрации Митинг проходит на площади перед областной администрацией По инициативе тогдашнего одесского губернатора Николая Скорика Здание забаррикадировано бетонными блоками и охраняется на случай попытки силового захвата У нас пять десятков максимум было, может быть, 70 человек Мы видим, что съезжаются автобусы, вот эти желтенькие пазики Съезжаются автобусы и оттуда начинают выходить люди Они очень одинаково издалека, особенно так одинаково экипированы Они были все в шлемах Я ощутила такой животный ужас Потому что когда на тебя надвигается масса людей Ну их там, наверное, минимум человек 300 было И ты понимаешь, что сзади у тебя вот это здание, которое закрыто изнутри И туда пробиться невозможно И тут все, ну, те, кто попадался под руку, начали избивать Они были все сбитыми Вот эти желтые пазики подъехали в сопровождении машин ГАИ Мы можем говорить о каких угодно исполнителях Но заказчики – это власть на тот момент Потому что невозможно на ступеньках, на площади администрации Невозможно вообще что-либо провести масштабно, заехать автобусом и прочее Когда не в курсе глава администрации Ну, власть вообще в Киеве и в Одессе была чрезвычайной слова Александр Остапенко – полковник запаса Кандидат военных наук Координатор Одесского Евромайдана в 2013-14 годах В мае 2014-го – заместитель главы Одесской областной госадминистрации В настоящее время – доцент кафедры европейской интеграции Одесского регионального института госуправления при президенте Украины Многие даже местные евиты пытались на этом сыграть Для того, чтобы показать свою значимость в регулировании гражданского предназначения в регионе Для того, чтобы остаться при кормушке стран Первый раз, что еще важно сказать Первый раз в истории новейшей истории Одессы Первый раз было избито и покалечено такое беспрецедентное количество журналистов Это 12 человек Власть и правоохранительные органы Одессы Демонстрируют неспособность обеспечить безопасность граждан Как следствие, каждая из противоборствующих сторон создает организованные группы Цель которых – охрана порядка во время массовых мероприятий и безопасности участников В конце февраля объявлено о создании самообороны Одесского Евромайдана В это же время антимайданы формируют аналогичные структуры – одесскую и народную дружину Куда входят, кроме прочего, члены пророссийских организаций, действующих в Одессе Одесса, как и Клим, всегда представляла особый интерес разных российских спецслужб Финансировались многие программы, начиная от каких-то русскоязычных фестивалей Или фестивалей русскоязычной прессы Завозились учебники, завозились словари, много разных книжек Россия очень щедро спонсировала гуманитарные проекты В Одессе многие годы работали абсолютно реакционные каналы Которые просто зомбировали людей Это был Григорий Кваснюк, который вел программу «Правда» на ТВ Который там ненавидел люто все украинское И который прямо с экрана телевизора призывал чуть ли не бить украинцев в Одессе Потому что Одесса – это русский город И это продолжалось десятилетие Эти акции, понимаете, что нам надо два языка официальных русский и украинский Что Одесса – это вообще особенный город Вот это бесконечное, что Одесса – это особенный город Это вот не Россия, не Украина Это такое противопоставление сталкивания лбами В феврале 2014-го в Украину приходит русская весна В ряде южных и восточных областей, включая Одесскую Проходят массовые акции Участники которых требуют изменения административного и территориального устройства страны 27 февраля захвачено здание правительства и парламента Крыма Председателем Совета Министров Автономии объявлен лидер партии «Русское единство» Сергей Аксеров Одновременно с этим российские военные из опознавательных знаков блокируют украинские воинские части на полуострове 1 марта президент России Владимир Путин официально инициирует в Совете Федерации ввод вооруженных сил России на территорию Украины Одесса первая столкнулась с большим волонтерским движением и прочим, потому что первыми крымчане приехали И еще я думаю, что все-таки в Одессе очень сильную, очень значительную роль сыграли проукраинские акции От дюка до российского консульства 8 километров, по-моему И когда вот была вот эта хода против оккупации Крыма, вот эти все 8 километров были заполнены полностью людьми Тогда вышли все, ну вот и старый млад, что называется, это очень много для пассивной Одессы В Одессе проходит крупнейший митинг сторонников единства Украины, протестующих против повторения крымского сценария В демонстрации у здания Генерального консульства Российской Федерации участвует около 7 тысяч человек У деситов было свое мнение, и это мнение не совпадало с тезой русского мира, это совершенно было очевидно Я поэтому подчеркиваю, что очень многие деситы, даже которые были чрезвычайно аполитичны Одни поняли, что это угроза их личной свободе, их личной жизни, их личному укладу И они вышли, и они вышли и сказали, нет, у нас здесь такого не будет Крым, он открыл бы зал очень много Михаил Шнушкович, член исполкома Одесского городского совета С декабря 2014 по ноябрь 2015 председатель Одесского облсовета В мае 2014 депутат Одесского облсовета от партии регионов То есть четко было показано, что не существует законов, не существует правил, существует право сильного 3 марта Одесский областной совет первым в Украине осудил иностранную агрессию на территории страны Одесский областной совет – это единственный совет, который в тот момент назвал вещи своими именами 67 голосов за осуждение иностранной агрессии набиралось очень тяжело Но в итоге набиралось Это при том, что, опять же повторюсь, в этот момент здание штурмовали На площади перед зданием, где проходит сессия областного совета, собирается около тысячи человек Митингующие сняли с флагштока на площади флаг Украины и подняли российский триколор Когда началось вот это подружение флага, когда они начали поднимать, сняли украинский флаг и начали поднимать российский флаг То у одного из наших ребят просто сдали нервы Он бросился на этот флаг, он начал его сдирать, его избили, его избивали там ногами На вот этой площади стояло порядка тысячи человек А сторонников и защитников областной государственной администрации и областного совета, который заседал внутри Их на пол 11 утра 3 марта было, наверное, человек 15-20 дней больше Мы стояли на ступеньках, вот здесь толпа, вооруженная дубинками, в касках Требовала вывесить российский флаг на флагштоке и давила, по сути, на депутатов, не выпуская их из сессионного завода По схожему сценарию события разворачивались и на востоке страны В Донецкой, Луганской и Харьковской областях Над захваченными протестующими административными зданиями подняты российские флаги Официальное требование – федерализация Украины При этом лидеры митингующих призывают к созданию так называемых «народных республик» И требуют не признавать власть Киева В Одессе представители антимайдана предлагают инициировать референдум об особом статусе области Было понятно, что автономия, федерализм, ну, казалось бы, слова, опять же, подчеркнуть Которые ничего плохого формально не представляют, но которые принесли войну на Донбасс Они не пройдут в этом зале Вот то решение, которое было принято, которое на самом деле показало позицию одесских элит В том числе и в кавычках по российским друзьям Когда тут было понятно, что поддержки не будет Оно во многом изменило ситуацию Лидер пророссийской организации «Молодежное единство» Антон Давидченко Заходит в зал заседаний и требует впустить в здание митингующих Но его выступление пресекает депутаты, находящиеся в зале Я считаю лично, что 3 марта, именно 3 марта закончилась и утратила шанс реализации проекта «Русская весна» именно в этом зале В 14 часов здесь образовалось, так сказать, большое кольцо вокруг сторонников Антимайдана И порядка там 3,5-4 тысяч человек Это действительно были те люди, которые пришли, потому что понимали, что у тебя город в опасности И мы тогда прогнозировали, что когда победит Майдан, в Одессе все только начнется В течение марта и апреля в Одессе еженедельно проходят многотысячные митинги и демонстрации активистов двух старых Ну, определенные были там моменты, скажем так, поиска компромиссов с силами Майдана-Антимайдана Потому что и те, и другие ходили маршами И мы всегда старались скорнировать такие движения так, чтобы не было никаких противостояний Это тоже одесская черта, да? То есть у тебя своя идеология, у нас своя идеология Но это совершенно не означает, что мы должны деплиться друг к другу И поэтому мы делали все возможное, чтобы вот это противостояние развести по разным улицам и площадям Самооборона Евромайдана и дружины Куликова поля – наиболее дисциплинированные части противоборствующих групп И негласно координируют свои действия путем договоренности Эти контакты сохраняются вплоть до вечера 1 мая Когда на маевке, организованной одесской дружиной, присутствует несколько активистов Евромайдана с семьи В Одессе выбер договариваться, торговать, зарабатывать деньги Антимайдан, помимо идей и прочего, он держался на деньгах То есть совершенно понятно, что там крутились большие деньги Областная государственная администрация получила распоряжение с Киева о проведении парада, посвященной 9 мая Это знаковый праздник, который делило общество на две части И этот парад традиционно проходил на Куликовом поле И поднималась такая трудно разрешимая задача, как же сделать так, чтобы Куликовое поле было освобождено от антимайдана 30 апреля или 1 мая, это зафиксировано в документах, показаниях участников И этим материалом владеют средствия Руководителям одной из боевых групп, наиболее активно организованных групп Куликового поля, одесской дружины, были переданы деньги Олег Константинов, журналист, главный редактор издания «Думская», участник событий 2 мая На то, чтобы они перенесли свой лагерь, перенесли в другое место Они переехали, они переехали на 411 батарею, где там устроили типа военно-патриотического лагеря Компромисс был достигнут, в принципе, и практически все палатки такие переехали Но антимайдан — это же не однородная среда, да? И финансировался он с разных, как водится, с разных источников 1 мая стало ясно, что где-то две палатки там категорически как бы не хотят переехать Эти переговоры продолжались Это был момент борьбы, внутренней борьбы, борьбы за деньги, борьбы за политику Попытки сыграть какой-то договорняк с кем-то Был разработан целый план, как избавиться от палаточного городка, чтобы все заинтересованные стороны остались довольны Сергей Дибров — журналист, блогер, общественный активист, обозреватель издания «Думская», член группы 2 мая Мы установили, что после футбольного матча поздним вечером группа в кавычках неустановленных людей должна была случайно в кавычках зайти на Куликово поле и разобрать палатку Все это должно было происходить в присутствии милиции, которая бы, как обычно, не вмешивалась В палатках должен был быть минимум людей Что получалось? Получалось, что палаточный городок и лидеры его сохраняли лицо Одно дело выйти и сказать спасибо, что свободно, у нас больше нет денег и нет желаний — это одно А выйти и сказать, что нас выгнали, но мы продолжаем борьбу — это действительно возможность сохранить лицо и сохранить репутацию политическую Евромайдан избавлялся от палаточного городка, который был занозой, который действительно мешал им чувствовать себя спокойно И они хотели от него избавиться Областная администрация получала свободную площадь для военного парада И в этой ситуации все должны были свои интересы соблюсти, и это было бы по-одесски 2 мая — это просто серия договорников, которая вышла из-под контроля И, надеюсь, она станет уроком для всех, пускай которые даже косвенно к этому имели отношение 1 мая в Одессе прошла демонстрация коммунистов и сторонников Куликова поля Около тысячи человек спокойно прошли через весь центр На 2 мая был назначен матч чемпионата Украины по футболу между одесским черноморцем и харьковским металистом К тому времени все фан-клубы украинских команд заключили официальное перемирие Игры сопровождались совместными маршами единства Украины, в которых участвовали болельщики обеих команд В Одессу приехали более 500 харьковских болельщиков, многие с семьями Они собирались посетить футбольный матч и провести уикенд на море Также был запланирован совместный марш болельщиков черноморца, металлиста и активистов Евромайдана От Соборной площади по Дерибасовской к стадиону Я знал, что будут столкновения, я знал, что мне будет работать как репортеру Но я вынул каску впервые за два месяца и положил зонтик Да, что-то будет, но то, что это будет смертельная опасность, я даже представил Единственной стороной, которая не знает или делает вид, что не знала, что что-то будет, это милиция Через фейсбук ко мне лично была просьба, что в 15.00 будет проходить марш мира на стадион Виталий Кожухарь, 2 мая 2014 года заместитель руководителя Одесской самообороны Как бы предполагалось такое достаточно веселое, в общем-то, шествие Никто не представлял, не думал, что это так обернется Что спровоцировало, заставило группу из 300-400 активистов Куликова поля во главе с Долженковым господином Напасть на заведомо в разы большую толпу проукраинских активистов, которые проводили марш Вот это тайна На Александровском проспекте собираются сторонники Куликова поля и активисты организации «Одесская дружина» Туда же прибывают сотрудники милиции для выяснения причины сбора и сопровождения группы Первоначально было 150, 150-200, вот так Небольшое количество было, когда мы вышли с Александровского проспекта на улицу Мы хотели через Дерибасовскую пройтись, то есть зайти через Дерибасовскую и попасть на соборную площадь Сергей Рудык, активист организации «Одесская дружина», участник событий 2 мая Цель была просто провести марш в сторону стадиона Как бы они должны были идти на стадион свой, на тот момент на игру То есть не дать громить магазины, прохожих, избивать и тому подобное Мы поехали посмотреть, что же происходит на Александровском, про который мы все читаем Виталий Свичинский, 2 мая 2014 года, руководитель Одесской самообороны Приехали, действительно, меня это удивило, поразило, что люди разминаются, тренируются Что людей достаточно много для того, чтобы совершать какую-либо провокацию И люди достаточно жестко настроены Я приехав обратно, вот там, где дислоцировалась самооборона Я набирал несколько раз еще Долженкова Сергей Долженков – один из лидеров «Одесской дружины», обвиняемый в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая И он не брал трубку, вот это меня уже насторожило На Соборной площади собирается не менее тысячи человек с украинской символикой, атрибутикой футбольных клубов «Черноморец» и «Металист» Прибывает организованная группа самообороны Было достаточно много людей, они, ну, переважно, это были просто цивильные люди, которые пришли на матч с детьми или просто молодые люди Виталий Усименко – сотник самообороны, участник событий 2 мая Кількость бойцов самообороны Одессы не была максимальной, у нас было близко сотни Активисты Куликова поля пытались штурмовать штаб проукраинской организации на улице Жуковского Но милиция не допустила столкновения В 15 часов 13 минут колонна, во главе с человеком, опознанным, как Сергей Долженков, начинает движение по направлению улицы Пул Полковник в тот момент Фучиджи нас сопровождал Вот, мы хотели через Дерибасовскую, естественно, он нас повел совсем другой дорогой Дмитрий Фучиджи на момент событий – заместитель начальника милиции Одесской области по общественной безопасности Милиция пыталась как можно дальше друг от друга растянуть эти две группы Сделать так, чтобы их маршруты не пересеклись И готовила, назовем это словом, западню Колонна Одесской дружины продолжает движение по направлению улицы Дерибасовской Сотрудники милиции обгоняют колонну и выстраивают две шеренги на пересечении Екатерининской и Дерибасовской С намерением не допустить пересечения с маршем валерьщиков Но, когда этот план милицейский уже практически был, уже заходит в эту западню колонна В этот момент руководитель колонны, по всей видимости, это человек, находящийся сейчас под судом Он дал команду «Колонна, стоп!» Остановил людей жестом и голосом, это хорошо видно и слышно Колонна развернулась и после этого начала из этой западни буквально уходить, а потом убегать Футежи кричал по рации, что колонна уже вышла, где все и тому подобное, что они не справятся Ну, их человек шесть было с футежи вместе, их вообще немного было То есть он начал кричать, что они уже вышли, типа, где люди, где помощь Очень неоднородное было руководство Одесской милиции накануне 2 мая Владислав Сердюк, подполковник милиции в отставке, член группы 2 мая Петр Луцюк был назначен на должность в марте месяце прошлого года Скорее всего, по квоте какой-то политической силы Его замы, в том числе и Футежи, это были люди, которые назначены Еще были при президенте Януковича, а то и раньше И понятно, что, ну, не могло быть между ними нормальных взаимоотношений Спустя минуту передовая группа активистов антимайдана прорывает оцепление И направляется в сторону Соборной площади, где находились проукраинские активисты Навстречу им, из-за шеренги самообороны, выходит группа «Ультрас» Начинается столкновение с применением пиротехнических устройств 15.40, улица Греческая Мы подошли ближе, образовали такое наподобие со щитами, наподобие черепах И пытались закрыть людей от камней Пацаны, эти девочки стали хватать все, что попадалось под руку, кидать обратно Большую міру перекидывались там каминем, ну, они очень сильно закидывали різного рода петардами В них были такие петарди спригвинченые, такие достаточно мощные, с примотанными гвинтами и цвяхами до них И тогда, когда они разрывались, они могли очень сильно поранить И вот как раз вот первый наш пораненый, это наш, ну, герой нашей самообороны Игорь Бабаян, он был поранен как раз вот этим вот этим вот штуком Всего в пути противостояния ранения получили четыре представителя самообороны Если бы не бронежилет, то он бы не выжив Она очень сильно поранила эту его частину Броник покоцала серьезно И в него страшные шрами зараз дося залишились на теле Площадь Куликова поля За полчаса до этих событий штаб антимайдана объявляет мобилизацию И призывает собраться на Куликовом поле для защиты палаточного городка Было броуновское движение То есть никто не мог, не могли ли прийти к общему знаменателю Каждый там высказывал что-то свое Александр Герасимов, активист одесского антимайдана Участник событий 2 мая Одни требовали идти на выживку тем, кто сражался там, в центре города Другие говорили, что необходимо стоять здесь Около 16.00 на Греческую площадь въезжает белый микроавтобус Форд Транзит За рулем которого находится активист так называемой мобильной группы При народной дружине по кличке Боцман В эту мобильную группу входили несколько крепких ребят Один адвокат, и они передвигались на автобусе И во всех более-менее серьезных делах они оказывались на месте Для того, чтобы как-то решать вопрос Я как журналист тоже оказывался на этом месте И этот автобус наснимал столько раз, что даже уже трудно Он известен был в городе Из этого автобуса вышел человек по кличке Боцман Выточил автомат Калашникова В дальнейшем мы уже видим по видео, где именно этот Боцман Применяет это оружие в сторону протестующих Юрий Мукат, эксперт по стрелковому оружию и взрывчатым веществам Член группы 2-го мата Если бы стрельба велась холостыми патронами, как говорят сторонники Куликова поля То при этом не было бы самостоятельной перезарядки То есть не досылался бы следующий патрон в патрон Для этого надо было применять специальную насадку на окончание ствола Она ярко-белого цвета, такая стальная То есть ее было видно, что она присутствует Вот этой насадки нет Поэтому мы можем четко настаивать и утверждать Что Боцман стрелял боевыми патронами калибра 5,45 Кроме того, в это время был ранен, а потом скончался в больнице Игорь Иванов Он был поражен пулей калибра 5,45 С Игоря телефона позвонил незнакомый голос и сообщил Жена подняла трубку и за рулем был Владимир Иванов, отец погибшего Игоря Иванова Сообщили, что Игорь имеет тяжелое ранение в живот, чтобы быстро приезжали Игорь Иванов, юрист, десятник Одесского правого сектора В 16.22 получил смертельное ранение в ходе столкновения на Греческой площади Тогда же от огнестрельных ранений погибает Андрей Бирюков, который был на стороне Евромайдана Оружие, из которого были произведены выстрелы, обнаружить не удалось Они были, не готовились и не были экипированы никаким оружием, никакими, даже защитных средств не было Мне позвонили по телефону, сказал, что у нас здесь есть двухсотый Я думал, что, ну не может быть, наверное, ранили И проверить, конечно, не было возможности Эта информация сразу пошла в эфир, потому что здесь много стримов было И поднялась вся Одесса Можно было бы о чем угодно договариваться, о чем угодно говорить, если бы не было убитых людей После того, как произошли вот эти убийства, сложно было контролировать людей, людей уже в глазах все, у них была ярость Закончились лечевки, закончились перекрикивания двух сторон Вместо того, чтобы кричать, люди начали сразу, при заведении в другую сторону, сразу кидать камни И другого способа общения даже на тот момент не было Около 17 часов сторонников антимайдана оттесняют Греческой площади и окружают со всех сторон Эпицентр противостояния перемещается к южному крылью торгового центра Афина Происходят ожесточенные столкновения с использованием камней, самодельных взрывных устройств, бутылок с зажигательной смесью, огнестрельного, травматического и пневматического оружия Они здесь практически были в окружении И уже где-то через минут 20-15 после самого прибытия небо было полностью в камнях заслано И вот такой хороший уличный бой Тут горела пожарная машина захваченная Ее притащили проукраинские, потом отбили пророссийские Тут она там переходящая была и так далее Здесь стояли вот эти баррикады, проп на стил и так далее В общем, творилось какое-то жуткое совершенно безумие Через 40 минут после начала события появились люди с оружием с одной стороны А уже в 18 часов, еще через полтора часа или через два часа уже стреляли из охотничьего оружия на поражение в другую сторону И стреляли с обеих сторон Олег Константинов с 17 часов освещал столкновение на Греческой площади для издания «Тульская» Около 18 часов получил огнестрельное ранение картечных В этом секторе, вот здесь все были ранены, там ранили меня, вот чуть поближе здесь Лосинского ранили, вот здесь ранили милиционеров и так далее И судя по следам от пуль, то есть вот стреляли все люди Был выстрел именно в толпу людей Лука Лосинский, отец погибшего Евгения Лосинского Я понимаю, почему стреляли в Женю Женя был очень яркий, на нем был красивый блестящий щит Шлем, извините, красный щит и зеленое стекло Евгений Лосинский принимал участие в событиях 2 мая в группе куликовцев Получил смертельное ранение картечью на Греческой площади Также от полученных здесь огнестрельных ранений Скончались Геннадий Петров, Александр Жульков и Николай Яворский Он пришел сюда не воевать и не убивать Он пришел защищать Хоть дома был и бронежилет, и титановый пластинчатый жилет Воспех, который мог одеть Он не думал, что в Одессе может пролиться кровь Коктейли Молотова тоже их изначально не было Они появились потом, причем разливали их здесь Разливали их вот здесь, прямо на этой площади, здесь недалеко Девочки, они наливали в бутылки от пива Не просто от пива, в бутылки с пивом Кто-то привез им канистру бензина Кто-то привез им ящик с пивом Прямо на месте они открывали Выливали пиво прямо на асфальт Заливали туда бензин Скоро приезжали вот сюда Напротив русского театра Заезжали со стороны соборки Их пропускали и те, и другие Они заезжали, забирали, мгновенно разъезжались Быстро, 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 быстро И вот в таком Одна, вторая, третья То есть они просто курсировали между Греческой площадью и еврейской больницей Количество пострадавших нарастало По часу, до минутного Поэтому мы понимали, что одной подстанции Мы не справились Василий Чеглатонев Заведующий оперативным отделом Городской станции скорой помощи Характер травм был Ну, разный И поле травмы Доминировали, конечно, черепно-мозговые травмы Пулевые ранения Ожоги Все свободные бригады, которые находились В ближайшем секторе Греческой площади Были задействованы в процессе Я видел Здесь подстрелили точно четырех рядовых сотрудников милиции Ну, которые в кордоне были Их относили вон туда, главного входа в Афина И здесь же был ранен Фучиджи После ранения Дмитрий Фучиджи покидает Греческую площадь в карете скорой помощи В этом же автомобиле Покидает место событий Боцман, Будько Это дало повод подозревать Подозревать Фучиджи В сговоре с активистами антимайдана В настоящий момент Фучиджи и Будько Находятся в розыске В это время На стадионе проходит Футбольный матч Между одесским черноморцем И харьковским металлистом Было хорошо до окончания первого тайма Максим Михайлов Футбольный болельщик Участник событий 2 мая Окончание первого тайма Нам сообщили, что уже есть один погибший Буквально через пару минут сообщили, что погибших уже несколько По телефону связывались По телефону звонили почти у всех Потому что часть палильщиков были все-таки на Греческой Ну, в общем, почти весь фанатский сектор поднялся И вышел со стадиона В общем, вышли только наши Харьковщане не выходили Так и остались Греческая площадь 18.15 Люди приходили и приходили И уже на тот момент, когда мы уже оточили Афины Когда уже погнали всех Когда прорвали их защиту Вот тут, на Грецкой площади И далее На строительство Туда они рассеялись Ребята, которые были возле нас Правоохранители Одесский правоохранитель Многие мы их знаем И здесь видим И знаем их много Вот Они нас 40 Ну, около 50 человек Затолкали в их фон Заставили нас туда зайти Здание стеклянное Говорит Вы здесь обороняться не сможете А мы их тоже долго сдерживать не сможем У нас сил нету их сдерживать Я говорю Хорошо, если у вас сил нету Сдерживать такую толпу Как вы обеспечиваете Нам безопасность Выхода отсюда Говорит, я сейчас вызываю сюда Сокол 15 человек Они делают коридор Подгоняются машины Вас грузят машины И увозят Нас привезли в Белго-Днестровск Единственное, что Ребята молодцы Наши одесские правоохранители Они сказали Перед тем, как нас начали выгружать Говорят, ребята У кого что есть Лучше оставьте в машине У кого что есть Чтоб меньше было к вам вопросов Площадь Куликова поле Вернула группа людей наших С Греческой площади Человек 40 Сергей Дмитриев Активист одесского антимайдана Первый комендант палаточного городка На Куликовом поле Участник событий 2 мая И они сказали Ребята, их там так много Мы палаточный городок не удержим Они сметут все Тогда мы решили перенести Вот эту вторую уже баррикаду Туда под крыльцом Прямо под центральный фронт То, что на Куликовом поле будет продолжение Знали все И люди, которые находились на 10 разных кварталах Центра города Они все не сговаривая Знали, что будет дальше Вернулись в сторону Куликова Там пытался кто-то строить колонны Двигаться организованно Ну, мы слезаем все В других кварталах В других улиц Люди уже массовым потокомпли По дороге они ломали Лайтбоксы С политической рекламой Живших регионалов Да Но кроме этого Не было разломано ни одного стекла Призыв идти в дом Не исходил от кого-то конкретно Многие отходили в дом профсоюзов Но не все далеко То есть кто-то Кто был на Куликовом поле Они или ушли Или остались снаружи Уже наблюдали Безусловно, у них было время На то, чтобы покинуть поле Ирина Свидетель событий 2 мая Потому что они были предупреждены Заранее о том, что Сюда не стоит толпа Я не знаю, почему это не было сделано Наверное, многие посчитали Ниже своего достоинства Убегать и бросать в свой лагерь Дверь закрыта была Открывать там вахтер Он не хотел открывать И наши железными крутами разбили Потому что изнутри Эти двери были закрыты Такими длинными шестами И наши выбили вот эти филинки И руками вытянули эти шесты И открыли двери Зашли Кто-то там гарпнет Кто заходит И кто еще что-то Ну и толпа у нас же Как обычная толпа Побежали эти бабы Женщины туда все позаходили Янис Активист Куликова поля Участник событий 2 мая А обговаривать людей Это было госмешно Уже ситуация Как бы она перешла В тот вариант Когда она неуправляема 19.20 Первая группа Проукраинских активистов Прибывает на Куликова Толпа кинулась Сразу сносить палатки Я остановился под елышками Оценить ситуацию Когда увидел Что сверху летят бутылки Когда я проходил По аллее на площадь Я увидел бутылку Я снял на стрим Бутылку горящую Которая летела с крыши вниз И за мной шел пожилой мужчина Сказал Что же они делают Теперь их точно все-таки Я к тому времени Ни я, ни, наверно Никто даже не знал Что в доме Прослышав находятся люди Я не знал Сколько там будет идей Но я знал Какие настроения у тех Кто пришли на площадь Они вышли из многочастового боя Во время которого Были убиты люди И просто так прийти Испугаться бутылки И разойтись Но это было нереально Абсолютно Прошло минут 15-20 Мы двери не закрывали Мы все надеялись Что по хулигане Придет милиция Оцепит здание Выведет нас Мы же туда забегали Спастись А не умереть Вот так страшно Зашли внутрь И вот я лично закрывал Вот эту Левую Левую дверь Я лично Его закрывал Изнутри шестерна Милиция не спецподразделение Обычные милиционеры Они стояли в шеренгу Потому что мы пытали Бегали постоянно Не только я Одесситы бегали И умоляли их мешаться Что-то сделать На что был ответ Что у нас приказ Не вмешиваться Начали сносить С первого этажа Справа с левого крыла Все что находили Столики Офисную мебель Технику Потому что Боялись Страх Боялись Что не вернуться Очень быстро Полностью Весь вестибюль Завалили Вот этими Пластиковой Деревянной мебелью Техникой Заносились Такие вещи Как Вот европоддоны Которые стояли Под армейскими Палатками Их было достаточно Большое количество Это очень много Древесины Там порядка 15-20 килограмм Каждый европоддон Владислав Болинский Химик Участник группы Второго мая Внутри Люди пытались Разматывать пожарные Гидранты Воды в них не было Уже Бутылки кидали И на всякий случай Проверяли систему Чтобы тушить Видя, что вот стреляют И кидают бутылки сверху Понимаешь, надо подниматься наверх Но решили найти боковой вход Чтобы подняться наверх На крыше То есть некоторые стали ломиться На первом, втором этаже В двери Оттуда там Прибаш И кидали Во время одной сильной Шумовой гранаты Видимо Был сильный бах Как-то моментальная тишина И ему тут резко Ромнулись наверх Раскочили наверх Легко вошли на четвертый этаж Там практически никто Не защищал двери Ничего Просто выбили филенку Залезли Пришли в сессионный зал Но оттуда уже Выйти на центральную лестницу Не смогли Там было все забаррикадировано Когда пытались выбить двери Ее немножко приоткрыли А там уже горел огонь Вот влево эту дверь Что я закрывал В выбитую эту филенку Нам кинули первую бутылку С зажигательной смесью Так называемой Коткель-молота Она разбилась Да, кстати, мы же Из лагеря Мы взяли с собой Генератор бензина Там еще была Часть бензина какая-то Первые наши люди Которые выходили на крышу Украли здание Открывали окна Там двери Пошли сквозняки Пошла вот такая вытяжка Пошла Ну так быстро разгорело Что нашел вот этот дым Едкий черный От вот этой пластиковой мебели Здесь очень широкие Дверные проемы Очень широкий Лестничный колодец И фактически Вот этот вот перепад высот Который существует Он предполагает Возникновение тяги При горении Тяга осуществлялась Вот с фойе первого этажа Как раз Но на Через лестничную клетку Через лестничный Колодец На пятый этап И это еще Является причиной Вот такого вот Достаточно быстрого И воспламенения И развития Пожара Двери центрального входа Прогорают Изменение направления Воздушного потока Провоцирует вспышку пламени В районе лестничных пролетов С задней стороны здания В считанные секунды Огонь полностью Охватывает лестницу И площадку Между первым И вторым этажем Температура Достигает 600 градусов На уровне первого этажа И 200-250 градусов На лестнице И площадке пятого этажа И Когда все загорелось Уже внизу Это Большинство людей Побежали Спасаться Вот на крышу По-моему даже Кто-то и кричал Что Отходим на крышу Вот Мы бежали По лестнице Было очень жарко Жар шел Кто-то выбивал Выбивал окна Некоторые окна Были открыты Между первым Вторым И вторым И третьим По-моему окна были открыты Между третьим И четвертым Выбит Кто-то видно Пытался там Вдохнуть Или там Может что-то Выпортить Во время Развития пожара Во время Первой его части Они считали Что находятся В относительной Безопасности Так как Происходило Поступление Свежего воздуха С противоположной С тыльной стороны Здания Но Вот этот вот Переход С первой фазы На вторую Который сопровождался Яркой вспышкой Эти окна Перестали быть Вот этим очагом Скажем Безопасности А наоборот Напротив Сквозь них Начало выходить Открытое пламя Что он делает Он же разобьется Спасите их Не забей Я прибежал на пятый этаж Уже было столько дыма Что ничего не рассмотреть Было невозможно И дышать уже практически Было невозможно Вот Мы уперлись В какую-то дверь Пытались ее выломать Дверь не поддавалась Людей Которые были рядом Охватила паника Вот Я упал На пол Пытался ползти Ну и вот На этом моменте Потерял сознание Пробиться Кокнам Было тяжело Чтобы тут толпа народа Распихал людей Дайте два гладка Сделать или нет И люди раступились Я вот Смесился туда Сделал Подышал Раздышался Чуть-чуть Но было страшно Посмотрел вниз Высота большая Там стоят люди Кричат Слава Украине Героям слава Слава нации Смерть врагам Вот эти С флагами С черно-красными Желто-синими Снимают нас на телефоны На планшеты Я его Это страшно Не решился Прыгать туда Да Были крики Слава Украине Первый раз Когда На четвертом этаже Человек махал Украинским флагом Брат приехал Меня спасать И не мог Меня уйти Смотри наверх Высунулся С флагом Помахал Толпа внизу Заревела И в следующие разы Эти крики звучали Тогда Когда Удавалось Из задымленного кабинета Вытащить еще одного человека Вот эти моменты Толпа встречала Криками Слава Украине Начала гореть на мне Куртка болоневая Спортивная Я ничего не видел Что это клубы дыма Вот это Где-то на середине Я вот так На тело какое-то Чуть не наступил Быстро Уже не было чем дышать Я его переступил И пошел кахнул И тогда уже подышал Там все И так как уже Оно на мне горело Мне было больно Зимой Я решил случай Выпрямить Чем сгореть Повернулся Глянул вниз Подо мной Три или четыре Наших человека Без движения лежало Просто без движения Не знаю Живые Потеряли сознание Живые Мертвые Вот так лежали Я Чтобы на них не спрыгнуть Я повернулся В правую сторону И Спрыгнул Я успел увидеть Что В правой стороне Есть такое Подвальное помещение Я к этим боялся Отползать От здания В сторону Вот этих Кричащих людей С флагами И с кричалками И с телефоном И боялся Что убило Поэтому я Увидел Вот там С правой стороны Подвальное помещение И почему-то Двери были открыты Там Настя Что так Я думаю Заползу туда И пополз в сторону Пополз вот так В сторону Этого Подвального помещения Ну далеко Не успел Отползти Меня Какая-то сила Кто-то схватил За шиворот Сзади Перевернул Резко Я увидел Перевернул Увидел Над собой Мужчина Который Занес руки Две руки Что-то в руках У него было Я услышал Такой крик Рядом Еще одного мужчины Который Сказал Оставь его Это мой И он Меня оставил Не ударил По голове Вот я с ним Сам разберусь Сказал Вот этот Второй мужчина Я думал Этот меня Добьет Нет Он взял Меня Подмышки И потащил В сторону От здания Потащил Потом кому-то Еще сказал Помоги У него Наверное Ноги сломаны Помоги Возьми его За ноги И меня Взял Еще один За ноги И они Меня Понесли И сначала Он мне Сказал Что ты Здесь В нашей Стране Забыл Я Действительно С какой Страны Сюда Не приехал Что Ты С этим Связался Я От Милицистов Защищал Свой Город И он Мне Пока Тащили Отащили Еще Ждали Когда Скорая Подойдет Он Говорил Что Вот Запомни Тебя Спас Бандеров Я Бандеров Горжусь Хотел Хотел С ним Встретиться Сказать Спасибо Эта Фотография Снятая На Куликовом Поле Облетела Весь Мир Начали Выпадать Люди Из Окон Дома Профсоюзов Они Выскакивали Оттуда Они Вылазили На Подоконники Они Цеплялись За все Что угодно Это Страшная Крина Никто Не Понимал Почему И в чем Причина Олег Куцкий Фотохудожник Освещал События 2 мая На Куликовом Поле И вот Одного Из таких Людей Которые Упали На Землю Подхватили Наши Вот эти Те же Кто здесь Был Они Подхватили Их И понесли К скорой Помощи А скорая Помощь Стояла Очень далеко В твоем Конце Аллеи Я Увидел Когда Они Положили Его На Дверь Потому Что Ну Нет Ни Носилок Ничего Это Все Полевые Условия Абсолютно Я Увидел Когда Они Его Положили На Носилки И несут Я Увидел Что Фотография Да Она Отмечает Ну Вот Мне Есть Суть События Которые Действительно Идет Процесс Спасения Человека Я Снимал 45-минутное Видео Как Евромайдановцы Спасают Людей Горячих Дэн Просуд Когда Они Высовывались В окно И Квечали Помогите На Этом Война Заканчивается Для Одной Страны И Другой И Там С Риском Для Жизни Тащили Металлические Конструкции Клипти По ним Залазили Наверх Закидывали Веревки Сцену Разобрали Всю Полностью Осталась Одна Конструкция Вот Эту Конструкцию Люди Взяли Опустили Скинули На Землю То То Она Стояла Вертикально Взяли Со Всех Сторон Подняли Как Таракашки И Понесли На Себе До Дома Прошу И Прислонили Его К стен Все А дальше Было Дело Техники Дальше Было Нужно Залез По Этой Конструкции И Помочь Людям Тем Которые Вылазили Из Окон Помочь Им И Там С Двух Окон Вылазили И Помочь Им Держаться У Стенки Чтобы Они Перебрались На Эту Конструкцию И Спускались Дальше По Конструкции Внизу Ну Да Наверное Это Их Самооборона Даже Помогала Кое Кого Вытягивать Я Не Могу Назвать Это Спасуем Человека Выводят А Потом Избивают Сначала Людей Стреляют Из Окна Потом Из Этого Окна Человек Эвакуируется Значит Можно Предположить Что Этого Человека Оружие Что Это Тот Который Стрелял Поэтому Назовем Это Словом Жесткий Прием То Да Ударить Палкой Да Обыскать Да Жестко Спросить Кто Такой Откуда Фамилия Где Живешь Как Сюда Приехал Все Это Было Безусловно Сразу После Пожара В палатках На Куликовом Поле На Линию 101 Поступают Десятки Звонков Но Дежурный Диспетчер Майор Службы Гражданской Защиты Светлана Коева Не дает Команду На Возьм 101 Милиция 102 Милиция Это Милиция Звонит А я Слушаю Вас На Куликово Поле Направляйте Машину Секундочку Побудьте На Линии А Вы Кто Дежурный По Городу Секунду Побудьте На Линии Просит Направить Милицию На Куликово Поле Приготовить Уже Направлять А для чего Мы там Нужны Что там Горит Сейчас Только Палатки Палатки Но они Там Ничему Не Угрожают Девочки Да Вызовите Пожалуйста Машину Пожарную Едет Машина Едет Скоро Будет Ну едут Ехать Сколько Прыгают Люди Разбиваются Первые Машины Из пожарной Части Находившиеся В 500 Метрах От Куликово Поле Прибыли Только Через 40 Минут После первого Сообщения О пожаре Если бы пожарные Так положено По уставу Выехали Сразу После первого Вызова То не было бы Такого количества Погибших В этом Я не сомневаюсь Разрыв Между Вызовом Начало Спасательных мероприятий В 40 минут Мы просто Не допустим Владимир Саркисян Токсиколог Член группы 2 мая 20-31 Спасатели Входят В дом Профсоюзов Через Центральный Вход Проливка Здания И устранение Локальных очагов Возгорания Внутри Здания Продолжается Около Полутора Было слышно Как плещет вода По зданию Пришел в себя С трудом поднялся Посветил вокруг себя Телефоном Пытаясь определить Где И вообще Что происходит В это время Услышал за спиной Голос О, еще один Появились двое Значит Ну Нанесли мне Сначала удар Дубинкой по голове Вот И с этой пары Один был На взводе Подвел к окну И сказал Типа прыгай Отсюда Я отказался Они потащили меня Ну как Просто За одежду Привели меня На третий этаж Там мы прошли Лежали тоже Два тела Ну Меня или в кабинет Какой-то завели Или где-то Короче говоря Кинули Там сидел Еще один Парень Вот с этой Проукраинской стороны У него была Разбита голова Он там Оказывал себе Первую помощь То есть Перематывал голову Там у них даже Водка была Которая Он дал мне Бутылку водки Продезинфицировать Рану на голове Дал какой-то Или бинт Или вату Я уже не помню И пока я там сидел Он тоже сидел Рядом там Живые Смотрите На первой фазе Пожары Горячие газы Поступали По дымовым каналам Вверх Начиналось Воздействие Именно угарного Газа На людей Больше всего В безопасности Себя чувствовали Люди на пятом этаже Они собственно говоря И перемещались Вверх Порядка 15 трупов Было обнаружено На пятом этаже А вот что касается Причин смерти Как мы и предполагали И как вот Исходит по Динамике пожара По определению нами Вот карты задымления У них в основном Причина Отравления угарным газом Когда прокинулась тяга И произошел выброс Массовый выброс Горячего воздуха По Лестничным пролетам Тогда скорее всего Погибли те люди Которые находились Вот На межэтажных площадках И те кто получил Серьезную ожоговую травму Там ведь ожоги были Не только дыхательных путей Там были ожоги Тела Есть пострадавшие У которых Там 20% 30% Ожоговой поверхности Причем ожоги Второй-третьей степени Ни одного Обнестрельного повреждения Ни одного Иного Механического повреждения Кроме ушибов Которые могли бы Были Быть получены Либо В попытках Самоспасения Либо раньше Ничего Никаких повреждений Обнаружено Никто не знал Сколько людей В доме профсоюза И когда начался Реальный пожар Когда повалил Черный густой дым Из окон Где находились люди Когда люди стали Просить на помощь Я был уверен Что там находилось 20-30 человек Которые были спасены Закончил снимать Решил обойти Вокруг здания И возле здания Мне навстречу Три или четыре Таких, знаете Немолодых Суровых Мужика И самообороны Они шли и плакали Ну и знакомые Ну и всех В городе знаю Я спросил Что случилось Говорит Там с той стороны Люди прыгали Мы их пытались поймать Буквально у нас на руках Они умирали Помогите, мужики Прошу вас Что же вы наделали, а? Ребята Что же вы наделали? Спустя два с половиной года За это так никто И не понес наказание Следствие продолжается По многим уголовным делам Расследует и милиция И прокуратура И СБУ Каждый в отдельности Ведет свои уголовные производства Иногда что-то попадает в суд И, к сожалению За два года Прогресса существенного нет Это я могу сказать Как житель Одессы Как член группы 2 мая Это подтвердила Консультативная группа Совета Европы К сожалению Далеко не все Вот даже на уровне Киева Воспринимают эту ситуацию Как трагедию И это была ошибка Я понимаю эмоции людей Которые, ну, видели разгром Про украинских митингов В Донбассе Которых физически просто разгоняли Где-то бы убивали людей В том же Донецке и Луганске Все боялись повторения этого В Харькове Все боялись повторения этого в Одессе И когда Произошли вот эти трагические Одесские события Часть политику Украинского Большая его часть Попробовала сделать из этого победу Не трагедию, а победу И это была большая ошибка И этим в том числе Воспользовалась российская пропаганда Трагедия в Одессе Это очень страшное событие Оно потрясло весь город И об этом все говорят Татьяна Герасимова Журналист Координатор группы 2 мая Но Из России, из Украины И это было большим образом дестабилизировать 48 взрывов были Были они постановочные Не были Мы не знаем Очень много было всяких событий Особенно перед Каждый год перед 2 мая Перед 9 мая Всякие эти слухи О том, что будут Столкновения и так далее Но ничего не происходит Слава Богу А знаете почему? Я вот тут Поняла недавно Потому что В Одессе В отличие от остального мира Четко знают И очень хорошо знают Что на самом деле Произошло Мы репетировали И играли два концерта 7 и 8 мая Как у нас традиционных Ни Победы Хобард Эрл Американско-украинский дирижер Народный артист Украины С 91 года Живет и работает в Одессе Художественный руководитель И главный дирижер Одесского филармонического оркестра Мы были по-моему Единственным коллективом Город, который не отменял Эти концерты Тогда была большая тревога И люди волновались За окопление людей Власти местные Дали команду Не провести таких мероприятий Мы решили Что мы их не отменяем Мне даже музыканты Из оркестра были взволнованы Я сказал Ребята, вы не переживайте Мы добавляем охрану Но вы увидите Я так чувствую Что наша музыка Сейчас становится Еще более важной Еще более нужной Для народа И действительно Эти концерты Были абсолютно незабываемые Они были абсолютно Приполный аншлаг Тут два концерта подряд И то, что музыканты заметили Что сидели рядом Они же видят зал Я стою спиной Сидели рядом люди С Мишеванки И с Георгиевкой Ленточкой Рядом И чуть ли не в слезах После этой трагедии Слышали эту музыку Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Рано затягивается. Могу сказать, что за два года никто из активных участников свой взглядов не поменял. Если раньше он был сторонником единства Украины, он остался таким. Если раньше он предполагал, что здесь может быть русский мир, он таким же остался. И то, что в течение двух лет люди с такими взглядами живут в одном городе мирно, это тоже показалось. Одесса, она, скажем, ментально сильно отличается от других городов. И именно вот эта поликонфессиональность, вот это именно отсутствие этнической составляющей конфликта и обвалила вот этот проект, понимаете? Александр Филиппов. Протеерей, настоятель Святопокровского храма Киевского патриархата Украинской Православной Церкви в Одессе. Военный капеллан, волонтер. В 92-м, 97-м, прапорщик внутренних войск МВД Российской Федерации. Быть настроенным радикально в Одессе, это не значит быть готовым убивать, да? Быть настроенным радикально, это значит быть готовым отстаивать свои права. Для моих друзей, которые придерживаются крайних полярных точек зрения, я стараюсь их просто посадить, говорить друг с другом. Это не моя работа, это мое, как бы, мое желание, как Одессит. А я хочу, чтобы у меня дома было мирно. Это мой дом. Илья Хусид. Одессит в пятом поколении. В 80-е и 90-е игрок одесских команд КВР. Одесситы хотят работать, одесситы хотят получать удовольствие от того шикарного города, в котором они живут. Они хотят нянчиться с внуками, с детьми. Они хотят... Они хотят жить. Извините меня, но... Я не вижу ничего, что надо как бы объяснять здесь. Мне очень странно, да, объяснять такие простые вещи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексеют Дубровскому! ... Она almost повторяется субтит کرой. Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...